Всем здравствуйте! Хотел поделиться своим опытом покупкой и продажи автомобиля. Начнем с покупки. Когда вы покупаете автомобиль, желательно спросите, является ли владельцем автомобиля данный продавец. Если вы у него купили, конечно, лучше всего снять с учет и поставить на учет на себя, и вы будете спать спокойно. А если вы идете к нотариусу и писать доверенность, то попросите, пожалуйста, нотариуса, чтобы проверил по базе, нет ли машины в аресте, в кредите и так далее. Потому что с этим потом могут быть проблемы. Дальше насчет продажи. Я купил, к примеру, за 2000 долларов, вложил в нее входовую, 300 долларов. Хотел... Первый раз я ее продаю, поездил, хотел ее продать, поставил ее на сайт продаж.алекс, посмотрел другие объявления и в итоге среднюю цену выбрал, поставил на продажу. Обычно я продавал там телефоны, к примеру, и сразу мне сбивали цену. Так же со мной и с автомобилями. Ставьте на 300-200 долларов. Вы хотите за 2000 продавать, ставьте 2300. По-любому перекупу вам будут предлагать меньше. Я только выложил, поставил 1800, мне сразу написали 1400, и я забираю. То есть 400 долларов сбивали цену. Ставьте всегда город Одесса. Если вы, допустим, живете в Одинисах, Троицках, город Одесса. Тогда вам будут все одесситы звонить. Потому что увидишь, что сразу машина из Одиниска, вам даже не наберут. А так, говорите, что я жил в Одессе, на квартире переехал в Одиниска или в Троицка. Приезжайте смотреть. Ко мне приезжали из Одессы и смотрели машины. Поэтому те, кто хотят купить, они приедут. И сразу говорю, будут звонить одни перекупы. И начинают сбивать цену. Вы сразу спрашиваете, если вы не перекуп, а автобизнесом занимаетесь, тогда до свидания. То есть желательно продать машину тем, кто хочет ее себе купить. И лучше всего или переоформить на человека, передоверить вернее. Или, конечно, снять с учета. Так что, вот с такими проблемами есть. Когда я машину продавал, я пошел ее к нотариусу. И оказывается, куча могут быть проблем. И какой-то штраф, если владелец сделал. Или в кредит взял. Или женой развелся и жена подала на суд. Машину могут просто не снять с учета. Поэтому обратите на это внимание. Еще один момент я заметил, что даже если вы сделаете капремон двигателя, капремон ходовой коробки, приезжают перекупы, вообще не смотрят на эти нюансы. Они просто вам не верят, что вы делали что-то в двигатель. Они тупо смотрят по кузову. Так что, если у вас машина, проблемы с кузовом какие-то, сразу говорите этим перекупом. И чтобы они не приехали, и потом не потратили свое время, бензин, и вы свои нервы. Поэтому, я вам уверен, они сразу смотрят только по кузову. Главное, им нужен кузов. И все. А остальное по барабану. Так что, если вы хотите купить машину, покататься, я не рекомендую вам что-то делать с ходовой или с двигателем. Главное, чтобы машина была, вид был. Вот такие вот у меня были случаи.